Я сказал им, послушайте, я хочу победить в Монте-Карло. Мне нравится Корсика, нравится Акрополь, нравится Новой Зеландия, нравится Сан-Ремо. Я приму участие только в этих пяти-шести этапах, и всё. Меня не интересует победа в чемпионате мира. Я хочу быть обычным человеком, а не каким-то особенным. Если мы всё время будем оказываться в газетах и так далее, то нас никогда не оставят в покое. Перед домом вечно будут стоять люди, и мне это не нравится. Итак, у Ауди был полноприводный надёжный автомобиль. Команда, набитая немцами, дительный босс и отрез заряженных и мотивированных пилотов мирового класса. У Лянчи же был бюджет в 3 фунта 75 пенсов. Задний привод, плейбой и любитель катеров у руля. И пилот на полставки, не желавший становиться чемпионом мира. И всё же у Лянчи был один козырь в рукаве. Она уже давно участвовала в ралли. И четырежды становилась чемпионом. Сначала на Вольвии, а затем на Страдосе. И хотя их босс, любитель катеров, и напоминал собой плейбоя, он знал все трюки. Например, в правилах было сказано, прежде чем принять участие в ралли, необходимо собрать как минимум 400 экземпляров, которые можно продать покупателям в качестве дорожных автомобилей. Реконструкция без участия Лянч 70-х годов. Само собой, когда представители спорткомитета приедут, чтобы в этом убедиться, они обратят внимание, что экземпляров всего лишь 200. Вы ответите, да. Но, видите ли, на этой парковке не было места. Поэтому остальные 200 машин на парковке в другом конце города. Давайте поедем и сосчитаем их. А по дороге, может, остановимся и пообедаем? Обедать необходимо как можно дольше. Закуски – главное блюдо. И вот я захожу на три дня в гавани. Пудинг, сыр, а задним ходом буквально полетело. Мятный десерт, снова сыр. Зачем вину пропадать? А затем вы отвозите их на другую парковку, где чудесным образом стоят еще 200 машин. Теперь поговорим о самих машинах. По правилам, в них должен быть каркас безопасности. Но каркас – штука тяжелая и будет замедлять. Почему бы не воспользоваться вот этим? По виду каркас. И визуальный осмотр пройдет запросто. Но на самом деле он из картона. Смотрите. Я не говорю, что в лянче и впрямь этим занимались. Но если осмотреть разбитые 037-е, то видно, что они не были слишком уж крепкими. Моя семья и мои друзья говорили, «Послушай, зачем ты подписал контракт? Эта машина такая опасная. Ты видишь все эти тонкие трубочки и эту пластмассу? Если вдруг вылетишь с дороги, возможно, эта авария станет последней». А я отвечал, «Послушайте, я не собираюсь попадать в аварию». Однако, несмотря на опыт лянчи и хитрости Чезаре, никто не ожидал их хорошего выступления на первом этапе чемпионата 83-го года, который проходил на холодных горах Монте-Карло. Мы очень боялись этого этапа, потому что там много снега, льда, там очень скользко. И, конечно, заднеприводный автомобиль со средним расположением двигателя там не лучшая идея. Итак, пока Ауди готовилась к этапу, занимаясь машинами, лянча готовилась, отправившись в супермаркет. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!